Полторы недели тому назад было принято решение поселке Зайцево открыть аптечный пункт, а также мини-поликлинику. Для того, чтобы каждый житель поселка Зайцево имел возможность обратиться напрямую к врачу и получить консультацию, а также приобрести медикаменты, чтобы не выезжая с поселка, могли получить медицинскую помощь. Так как первая больница от нашего поселка находится в трех километрах отсюда, это Никитовская поликлиника, не каждый человек может поехать туда по состоянию своего здоровья. Как вы знаете, наш поселок в основном состоит из пожилого, это 80% пенсионеров, которые не в состоянии доехать до поликлиники. Мэром было принято решение открыть аптечный пункт здесь, он свое обещание сделал в кратчайшие сроки. Вот сегодня, 9 августа 2016 года, в поселке открылся медпункт. Просто что, видите как получилось, что мэр только задумал это сделать, новый мэр, да, и он сразу это реализовал. Если предыдущие мэры, они только думали-думали, но ничего не делали, то здесь сразу, моментально, он сказал, он сделал. Мероприятие очень значимое для поселка Зайцево, у нас сегодня открывается медпункт. Ранее здесь была до военное время амбулатория номер 8, где ввелся прием врачей, но, к сожалению, здание разрушено, и боевые действия, вообще-то медицинская помощь оказывалась Никитовке. Но чтобы приблизить медицинскую помощь к населению, было срочно принято решение городским головой, нашим заведующим городским отделом здравоохранения, открыть здесь медпункт, именно в поселке Зайцево. Мы изыскали помещение, открыли в течение трех дней медпункт. Работать он будет с 8 до 14, здесь будет принимать каждый день ежедневно медсестра, врач здесь будет общей практики семейной медицины принимать каждую среду. Раз в две недели будут принимать узкие специалисты, хирург, невропатолог, акулист, лор. Мы можем сделать здесь, будем электрокардиораму, провести все лабораторные обследования. Лечение будут принимать именно здесь, все назначенные, рекомендованные врачом, инъекции, медикаменты принимать под наблюдением пока медицинской сестры. Здесь у нас будет раздаваться гуманитарная помощь от Красного Креста, которая непосредственно была организована для жителей поселка Зайцево. Мы сюда все завезли, чтобы не ехали они в Никитовку. И сегодня здесь будет с аптечного пункта благотворительно, также привезены медикаменты. По опросу населения мы знаем потребность, какая нужна в медикаментах, поэтому тоже сегодня здесь привезли целый арсенал препаратов, которые необходимы в данный период и на данное время. Для неотложной помощи, когда все могут обратиться здесь за помощью, это из местного бюджета, все медикаменты тоже завезены сегодня сюда. Здесь есть комната приема больных врачебный, процедурный кабинет, регистратура. То есть вся информация, которая нужна, вся у нас здесь есть. Я думаю, это очень хороший данный момент для нашего населения, при фронтовой зоне будет оказана четкая, достойная, квалифицированная медицинская помощь. Расскажите, пожалуйста, о ценах на медикаменты. Здесь медикаменты отдаются бесплатно, то есть по гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь из Красного Креста непосредственно для жителей поселка Зайцево и Никитовки. Нашего из местного бюджета тоже бесплатно оказываем помощь. И благотворительная помощь от аптеки ООО ДЛВ, которые также будут оказывать благотворительную помощь для населения. По мере возможности, я так думаю, что скоро, может быть, откроется также аптечный пункт, если немножко ситуация будет ясна. А врачи, которые будут осуществлять приемы, это местные врачи? Это наши врачи Центра первичной медико-санитарной помощи номер один. Здесь будет принимать врач Баева Ольга Сергеевна, это врач общей практики семейной медицины. Она до военного времени работала здесь, в амбулатории Зайцево. Население ее прекрасно знает, население ее сюда хочет, чтобы их осматривала и лечила. Она на данный момент находится в Никитовке, потому что весь этот период почти два года, все население Зайцево обращалось, конечно, в Никитовку. Я думаю, что раз в неделю ее здесь присутствия достаточно. Затем назначить лечение, проконтролировать его выполнение, узнать состояние больного, состояние в динамике. Врачи, узкие специалисты, это все будут врачи нашего Центра раз в две недели. А как насчет детских врачей? Педиатр обязательно будет, хотя врач общей практики семейной медицины не требует педиатра, но так как Ольга Сергеевна вообще по специализации сама врач-педиатр, то и дети здесь будут, в дополнительном педиатре мы не нуждаемся. Это сегодня ДЛВ, по ДЛВ, требуется благодарительную помощь в сети медикаменты, которые необходимы по опросу населения. То есть здесь есть антибиотики, здесь есть жароразнижающие, и противокошлевые. В общем-то, очень большой, хороший сегодня у нас арсенал. Поэтому уже подходили к нам пациенты, ее трансдавали, расписывается получение, весь учет ведем. Оборудование этого помещения, одна манипуляция, и отказание помощи. Это прием доктора. Как они приедут, принимают, это прием доктора, и дальше манипуляционная. Это манипуляционная. Да, здесь у нас именно все с местного бюджета по оказанию неотложной помощи. При всех острых состояниях мы окажем помощь. Здесь наконец-то будет и аптечный пункт, и врачи. Очень довольны, очень довольны. Мы сейчас вам тут уже объяснили, что здесь по прописке будет, по назначению врача, выдаваться бесплатно по благотворительной программе медикаменты. А в дальнейшем будем стараться еще чем сможем, будем помогать. Заявки, если вдруг чего-то нет, будете оставлять. Мы будем стараться решать ваши вопросы. Если предложения какие-то еще будут, передавайте. Будем принимать. Завтра будет принимать доктор Ваева Ольга Сергеевна. Все вы ее прекрасно знаете. Она педиатр по специальности. Можете все спокойно к ней подъехать. С 8 до 14.00. Каждый день будет с 8 до 14.00 и пункт работать. А по средам только будет специалист. Если будут какие-то предложения или жалобы, телефоны горячей линии висят на стенде, вы можете звонить и обращаться. Спасибо большое. Очень хорошее впечатление осталось. По счету обед не приема. Это спасибо нашему мэру, который действительно позаботился, обратил внимание на наш поселок. Я хочу сказать, что это единственный человек, мэр, который обратил на нас внимание. Благодарим, что у него внимание есть. Что он вник в эту нашу нищету и посмотрел, что нет ни аптека, ни врача. Благодарим очень ему за внимание, что он именно обратил внимание на нашу старость, на нашу бедность, на нашу нищету, которую мы несем в этот момент. Так что большое внимание ему за все. И все остальные, которые приехали, пришли к нам в эту трудную минуту. Благодарим, что он открыл аптеку нам. Спасибо.